Друзья, коллеги, всем привет! Давно не виделись в Архитекторе. Сегодня снимем такой небольшой формат отчет по проекту. Накопилось новостей, о которых хотелось бы рассказать. Что вообще с Архитектором происходит в последнее время? Ну, мы уже больше года как сдаемся, больше года функционируем как апарт-отель. Функционируем успешно. Кстати, сегодня со мной сведениями поделились. Ноябрь, вроде бы не совсем сезон, но мы помним, что в центре города нет сезона и несезона. И у нас средняя загрузка на днях была 90%. И она в целом погода редко, когда опускается ниже 85-90%. То есть отель свою функцию выполняет. Помимо этого, те, кто покупали для отдыха, соответственно, отдыхают. Все довольны, люди очень часто возвращаются сюда. И даже есть у нас ряд людей, которые, вы помните, покупали для постоянного проживания. Вроде бы формат сервисных апартаментов, но получается, что подходит для любой цели. Сдача, отдых, личное использование. Так, давайте к новостям. Ребята, первая новость, которую хотелось бы рассказать. Идем за мной. Мы сейчас приближаемся к ресепшену, к главному входу. А справа отдельное здание. Вообще, у нас там изначально планировалась отдельная кофейня. Но планы изменились, изменились в лучшую сторону. И это здание станет частью ресторана. Напомню, в следующем году у нас откроется большой ресторан. Пока не могу рассказывать, хотелось бы, но не могу рассказывать все секреты. Но сейчас ведем переговоры с крупной, ну, наверное, ну, я думаю, самой известной в России ресторанной сетью. В принципе, мы уже близки к подписанию договора. Еще раз, часть ресторана здесь с летней террасой, столики, будет связана с нашим зданием. То есть много-много посадочных мест. Отдыхающие, собственники отеля смогут с утра спуститься на завтрак, вечером прийти, поужинать по меню а-ля карт. Все это возле ресепшена, возле нашего главного входа. Немножко снимем с этой стороны. То есть все-все-все вот это будет зоной ресторана. С этой стороны тоже. То есть даже, получается, перевыполняем обещание. Планировали кофейню, сделаем модный, классный, надеюсь, вкусный ресторан. Идем дальше. Следующая точка съемки и следующая точка притяжения. За моей спиной отдельное двухэтажное здание. Тоже на территории архитектора, уточняю, потому что, мне кажется, даже не все из вас знают про его существование. Возможно, подзабыли. Площадь под 400 квадратных метров. И здесь мы возвращаемся к своей старой идее. Была она когда-то у нас почти в самом начале нашего проекта. Не просто возвращаемся к идее, уже делается проект и уже решено 100%. Что здесь на первом этаже появится спа-центр. То есть спа-центр с термальной зоной, хамам, сауна, массажный кабинет, джакузи. Ну и все, что бывает в спа-центре. Еще раз. Первый этаж спа-центр. Но на нас остается второй этаж. Там площадь под 130 квадратных метров и свои личные террасы. На втором этаже у нас появился в продаже, мы уже снимали это видео, но напомню. Большой апартамент площадью 126 квадратных метров. Сейчас мы начнем делать с ним ремонт. И будет он продаваться с ремонтом под ключ. Мне это видится как такой своеобразный таунхаус в самом центре города, с отдельным входом с улицы и с террасами наверху. Не будем снимать его отдельно, в нашем телеграм-канале есть про него видео. Итак, вторая новость, помимо ресторана, это спа-центр во внутреннем дворе архитектора. Очень крутая опция для жильцов. Вход будет как со стороны улицы, где мы сейчас снимаем, так же со стороны проекта, со стороны ресепшена. То есть можно прямо в халате, в тапочках, как в отеле, спуститься из своего номера, попасть в спа, расслабиться, отдохнуть, пройти там какие-то процедуры и вернуться к себе в номер. Или, например, пойти в ресторан. Только тогда, наверное, нужно будет сменить халат. Я сейчас нахожусь на втором этаже, и здесь у нас еще одна новость, еще одно новое заведение, скажем так. Здесь у нас откроется фитнес-зал. То есть в скором времени сейчас тоже разрабатывается дизайн-проект. Это тоже одна из идей, которая у нас была изначально. Мы к ней вернулись и утвердили. Так что ждите в следующем году открытие спортзала на втором этаже. То есть можно комплексно. Спустился вниз, немножко потренировался, спустился ниже, зашел в спа-центр, отдохнул и потом вышел, зашел в ресторан, пообедал, либо поужинал. То есть круг замкнулся, полноценный отдых. Самый редкий и один из самых необычных наших апартаментов. Это двухъярусный апартамент. Общая площадь у него 53 квадратных метра. То есть он 35 метров по полу и 20 с хвостиком метров вверху. Немножко сместимся, чтобы снять его. Мы его снимали отдельно на видео, он у нас есть. Почему зашли снять его еще раз? Сейчас напомню, на этот и на все оставшиеся апартаменты от застройщика действует акция. Ремонт мебели, техника в подарок. И вот на этот апартамент уже готов дизайн-проект. Наверное, повставляем рендеры вот в это видео, пока я сейчас рассказываю. И рендеры также можно будет получить по отдельной ссылке. Пишите, либо смотрите в нашем Телеграме. Очень классно получилось. Я прям не мог представить, что так здесь можно все распланировать. Много спальных мест, большое пространство гостиной. Классно становится спальня. Ну и здесь огромные окна. Общая высота потолка здесь под 5 метров. Апартамент подходит классно для всего. И для личного отдыха, я думаю, семья из двух человек может приобрести такой апартамент даже для постоянного проживания. Но если говорить о сдаче, о доходе от посуточной сдачи, то такие апартаменты сдаются дороже за счет высокого потолка, за счет большего количества спальных мест. Очень классный вариант. Смотрите рендеры, пишите за подробностями. Ну и в завершении, что у нас сейчас происходит в проекте касаемо продаж. У нас еще остались апартаменты от застройщиков продажи. Все оставшиеся апартаменты, они интересные. Все с изюминкой, все с особенностью. Там есть апартаменты до увеличенной площади, с высокими потолками. Есть двухъярусные апартаменты, есть прям двухэтажные. И сейчас на них действует акция. То есть мы разработали дизайн-проект ремонта на каждый из этих апартаментов. И отдаем его в подарок. Но отдаем в подарок не дизайн-проект, а именно ремонт. То есть если вы покупаете такой апартамент, вы получаете ремонт с мебелью, с техникой от застройщика в подарок. Весомый, приятный, ну и недешевый бонус, если знать нынешние цены на ремонт. Так что пользуйтесь этим, приезжайте к нам на показы и презентации. Видео по каждому оставшемуся апартаменту мы также отсняли, загрузили на отдельный диск. Можете пользоваться, смотреть. Всем до новых встреч, ждем в Архитекторе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok